Здравствуйте! Вы на канале Садовые приключения с Надеждой. И сегодня я хочу поговорить с вами о цветочках, о летниках, о летних цветочках. И когда мы покупаем цветы, либо выращиваем сами цветы, мы хотим, чтобы эти цветы постоянно цвели. И мы настолько уже привыкли для наших цветников покупать питунью, но, знаете, я пришла к выводу. В этом году вот было дождливое лето, и питунья, она не дала такой результат, как хотелось бы. Хотелось бы, чтобы наш цветник был покрыт ровным-ровным цветущим ковром. А питунья, вот у меня ещё один житель хочет со мной повести репортаж. Так, а питунья в этом году из-за того, что получается очень мокрый год, она не такая цветущая, не такая яркая, как хотелось бы. А вот вербена, вербена, она покрывает цветник ярким цветущим ковром. И сейчас я вам это покажу. Вот мой цветник, который я переделывала. Я снимала уже видео об этом. И посмотрите, пожалуйста. Вот мой цветник с... Вернее, часть цветника с питуньями. Конечно, они цветут, они дают какое-то пятно, но дождик прошёл 4 дня назад, и питунья ещё только-только начинает наращивать новые цветочки. Потому что, к сожалению, у питуньи дождь, он вредит цветочкам, и они становятся такими жухлыми, поникшими. И каждый раз им приходится наращивать новую цветочную массу. А теперь посмотрим на часть цветника, которая заполнена вербеной. Боже, боже, у меня житель мой не даёт мне снимать. Так вот, посмотрите, та часть цветника, которая свербеной, она настолько яркая, настолько благоухающая, красивая. И она также выглядит и в солнечную погоду, и в дождливый день. Поэтому, если вы хотите яркий ковёр, который при любых погодных условиях не меняет свои окраски, не паникает, пожалуйста, тогда садите свой цветник в вербену. Не забывайте про этот красивый цветочек. Ну и вот. Ещё раз сравним. Ну и ещё один цветочек, который бы я хотела вам показать, это лабелия. Лабелия тоже не мешает дождь радовать нас своим ярким цветом. И лабелия в этом году у меня, она не только синенького цвета, как здесь. Ну и вот такого бордового цвета может быть. Ещё она бывает розовая, ампельная и даже белая. Так что садите. И ещё я хочу добавить, что если, например, сравнивать цены вербены и петуни, то цены на порядок отличаются. Если петуни и пакетик 8 семян маленьких таких крупиночек стоил 2 рубля на наши белорусские деньги, то вербены там около 100 семян, они достаточно крупные, стоили 60 копеек. Вербены в схожесть очень хорошая. И вот на данный момент, например, я соберу свои семена, чтобы не тратить денежки на закупку. Вот. Что с петунией, конечно, можно собрать семена, но петуния очень часто вырождается и даёт уже не такую яркость. Вот. Поэтому петунию приходится всё время покупать. Так вот, если кто-то начинающий, я вам всё-таки предложу, что растите вербену. Ваш цветник абсолютно не проиграет. Он будет таким же ярким, цветущим, и он будет очень прост в уходе. Потому что всё-таки петуния, она более сложна. Вот такой мой совет. Я думаю, что он для вас тоже будет важен. Ну, а пока попрощаемся. Ждите моих следующих видео. Не забудьте поставить пальчик вверх. И кто впервые заглянул, не забудьте подписаться. А я пошла работать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!